Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня первое видео после моего отпуска. Я отдыхала на Шри-Ланке и я решила его посвятить косметичке отпускника. Я хотела бы обратить ваше внимание на некоторые косметические продукты, хотела бы вас уберечь от некоторых ошибок, которые допустила я и просто рассказать о той косметике, которая для меня была полезна или совсем наоборот. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Прежде всего я хотела бы вам рассказать о наборе мини-упаковок для косметики, куда я перекладывала свою привычную косметику. У меня был набор от Грумандис, купила я его в Ривгош. И честно, я вам его не советую. Я обязательно ставлю вставку с отпуска, то, что я засняла именно там, потому что два флакона я выкинула прямо там. Никогда не покупайте в Ривгош, по-моему, от марки Грумандис, наборы, тревел-наборы. У меня были фиолетовый шампунь, фиолетовый кондиционер. И здесь вообще эта помпа не откручивается, не работает. И здесь эта помпа обратно не вкручивается, если она откручивается, то она обратно все-таки отскакивает. В любом виде вливается этот синий шампунь, и я испортила купальник таким образом. В общем, не очень приятно это все. Поэтому оставляю все это здесь, дабы на верном пути у меня было меньше проблем. Предложенный набор баночек и бутылочек оказался для меня абсолютно нефункциональным. Когда я начала раскладывать те продукты, которые я хотела взять с собой, я поняла, что это абсолютно неудобно для меня. Я бы вам советовала обратить свое внимание на продающиеся по отдельности в Эльдопоте баночки. Так вот, здесь абсолютно нефункциональный набор для меня оказался. Помимо этого, очень плохое качество. Единственное, что мне понравилась эта косметичка, потому что она прозрачная, она очень удобного формата. Я здесь вот решила вам оставить то, что у меня было в ней. То есть там маленькая моя зубная щетка, которая складывалась, зубная паста, мое маленькое средство для умывания и еще там была та косметика, которая с собой взяла, вот в том числе эти миньки. Собственно, сама косметичка, да, клевая, но то, что было внутри, оно абсолютно не стоит своих денег. Следующий момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание, это солнцезащитные средства. Мы допустили очень большую ошибку, мы это поняли уже на отдыхе. Мы с собой привезли крем солнцезащитный, но не целую упаковку, нам его не хватило. В итоге мы пошли в аптеку покупать на Шри-Ланке уже солнцезащитный крем. И мы выбрали крем с SPF 30, и он вообще ни разу не соответствовал нашему российскому SPF 30. Поэтому, чтобы не попасть в просаг, чтобы также не обгореть очень страшно на солнце, потому что на самом деле кожа горела, как будто бы она наоборот намазана средством для загара, абсолютно без SPF. То есть я сгорела очень сильно, у меня лицо было покрыто коркой, у меня лицо прямо сходило коркой два раза. И тело у меня обгорело в меньшей степени, но тоже очень сильно, я всплыла вся красная. Я, возможно, прикреплю вам фотографии, но, честно говоря, хотелось бы вас, правда, уберечь от этой ошибки. Если вы хотите быть уверены в своей солнцезащите, то обязательно покупайте ее в России. И покупайте те продукты, которые для вас привычны и которые вас защищают, работают на вашей коже, которые уже проверены. Вы знаете, какой от них ожидать эффект, поэтому все это советую покупать в России, чтобы не было вот таких вот сюрпризов. Также хотела бы рассказать про алоэ вера. Гель алоэ вера куплен был на Шри-Ланке, это марка Nature's Secret, она продается во всех аптеках, во всех магазинах. Там уже распространенная марка, здесь пишут, здесь 94% экстракта алоэ чистого, и здесь у меня 100 мл. Сама марка, именно ланкийская, производится именно в Шри-Ланке. Соответственно, алоэ вера стоит крайне недорого. Но хочется, как сказать, вот мое личное мнение, что на самом деле не увлажнения достойного нет, именно не помогает при сильных ожогах, лучше работает пантенол. Мне вот как именно средство после загара не понравилось, абсолютно не увлажняло мою сухую кожу, обгоревшую. Как средство после загара, как средство от ожогов я абсолютно вам не советую. Купите обычный российский пантенол, поможет намного лучше. И помимо этого, хотелось бы отметить, что именно на Шри-Ланке, мы когда заходили в центр медицинский, они сами сказали, что по большому счету вот эти вот все гели, они содержат не так много натурального экстракта алоэ. Если вы хотите бороться с ожогом, и вы хотите хорошо увлажнить именно кожу, то вам нужно непосредственно само алоэ, само вот это вот желе из листочков алоэ. Также хотелось бы поделиться своей находкой, именно то, что мне посоветовали, но когда я уже сгорела, когда уже я ехала в Россию, мне посоветовали от моего ожога на лице детский крем, обычный банальный детский крем. У меня этот детский крем от Невской косметики. Смягчает, защищает кожу жирный обычный крем. У меня все мои проблемы на лице, вся вот эта вот корка сошла буквально за два дня. Все, лицо полностью очистилось и стало очень ровным, мягким, увлажненным. Средство потрясающее. Очень спасает от сухости кожи, очень спасает именно уже при борьбе с последствиями ожога. Хорошо работает на лице. У меня поры он абсолютно не забил. То есть, мне понравился этот крем, очень приятный и, в принципе, даже от мороза помогает. То есть, кожу он предохраняет от обветривания на морозе. Поэтому, на всякий случай в отпуск, я вам советую взять обычный детский крем. Штука очень классная. Далее поговорим немного о декоративной косметике, о моих находках, моих разочарованиях. На самом деле, из декоративной косметики я с собой брала буквально несколько средств. Моя косметичка была более чем аскетична в этот раз. Прежде всего, это консилер. У меня консилер от Estee Lauder. Это Double Wear BB. Оттенок у меня в этот раз 2C, Light Medium. Но, я посмотрела, у меня в прошлый раз была единичка куплена. И, как ни странно, единичка была темнее, чем двойка. Но, так или иначе, пользовалась тем, что купила. Мне очень понравился. Он очень хорошо осветляет зону под глазами, очень хорошо его увлажняет. В принципе, мне понравилось, как он держится на жаре. То есть, он даже достойно держался в жарком, влажном климате. Поэтому, присмотреться очень советую. И, в принципе, как консилеру на каждый день. И как консилеру в отпуск. И как средство, которое действительно очень хорошо подсвечивает зону под глазами. Мне очень-очень нравится. Далее у меня с собой был карандаш для бровей. Тоже прекрасно держался. Мне нравится, но я использовала его в основном уже на выход на вечер. А днем я просто перед самым выездом покрасила бровки хной. И, соответственно, на день мне хватало яркости. Но с собой у меня был карандаш, хорошо тоже держался. Карандаш от Shiseido. У меня оттенок BR602 Deep Brown. Потрясающий карандашик. Очень хорошо держится на жаре. Я его проверяла в прошлый раз в Москве. Он при температуре плюс 35 прекрасно держался. Никуда не плыл. И здесь, на Шри-Ланке, тоже он хорошо держался. Также у него есть кисточка для растушевки. Очень удобный карандашик. Помимо этого, я взяла карандаш от Posh. Подводить глаза. Тоже на вечер. Пользовался им у меня E105 оттенок. Они позиционируют карандаш, что он стойкий. На 18 часов его хватает. И он водостойкий. Мягкий карандашик тоже им пользовалась. На вечер иногда подводила глаза. Также у меня была просто кисточка для того, чтобы расчесывать брови и реснички. Соответственно, все. Вся моя косметика. Также на день я использовала масло для губ от Estee Lauder. У меня это Тинден Дойл. Оттенок у меня восьмерка. Здесь, когда я им пользовалась летом, это был мой мастхэв. Мне безумно нравилось это средство. Но, к сожалению, в отпуске я поняла, что оно вообще мне никак не помогало. Особенно в самолете. Вообще никак не увлажняло мои губы. Такое чувство, что даже сушило. Поэтому повторять не буду. Я поняла, что банальное средство от Evelyn и их масло с оттенком, оно работает намного лучше. К сожалению, это масло при проверке в отпуске меня разочаровало. И свои губы, обветренные, потрескавшиеся после самолета, я спасала банально кармаксом, купленным в Альдебате в Москве. У меня классическая версия кармакса. За одну ночь абсолютно полностью были восстановлены губы. То есть, единственное живое место на моем всем лице были губы, когда я приехала в Санкт-Петербург. И поэтому, на самом деле, вот кармакс, как бы его там не любили, не ругали за его там запах и так далее, штука рабочая действительно восстанавливает губы и стоит там 300 рублей, хватает надолго. И реально для меня мастхэв, теперь буду брать только его. Нарощены реснички. Я наращивала реснички прямо перед отпуском. И вопреки такому мнению, что в отпуск наращивать реснички смысла нет, меня отговаривали в свое время, говорили, что в отпуск не имеет никакого смысла, все сразу отвалится, это неудобно, вообще идеально. Вообще идеально, все фотографии красивые, ресницы прекрасно держались, выдержали все испытания, даже в океане, когда там вот болтает в волнах, на самом деле очень сильно дергает, и купальник там слетает, а ресницы тоже подвергаются воздействию. Даже несмотря на это, в принципе, что-то со мной приехало в Россию, то есть они были в нормальном состоянии. Поэтому при должном уходе, то есть я каждое утро расчесывала реснички, укладывала их, в принципе, у меня они идеально держались весь в отпуск. Ослужили мне, и самое главное, что не надо краситься, и при этом у вас идеальные фотографии, красивый взгляд на них, и это самое главное. Поэтому очень советую со своей стороны, по моему опыту, наращивать реснички в отпуск, потому что это облегчает вашу жизнь, потому что вы уже с утра сразу красиво собрались и побежали по своим делам, либо на пляж, либо на экскурсию, и это конкретно облегчает жизнь и улучшает ваши фотографии. И это все, о чем я хотела с вами поговорить сегодня. Обязательно напишите мне в комментариях, что вы бы еще добавили к моим советам, какие у вас есть лайфхаки отпускника, какие у вас случались казусы в отпуске, которые вас научили чему-то, какую косметику брать или какую не брать. Обязательно всем этим делимся в комментариях. Вам я желаю хороших впечатлений от отпуска и ближайшего, скорейшего отпуска, хорошего настроения. И всех вас люблю, целую. До скорой встречи в следующих видео. И самое главное, забыла вам сказать, обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось это видео, поставьте лайки, пожалуйста, и подписывайтесь на меня обязательно в Инстаграм. Там больше информации, там много информативных постов о моем отпуске на Шри-Ланке. Я много там рассказала лайфхаков именно по путешествию по Шри-Ланке. Поэтому, если вам интересно, обязательно присоединяйтесь. И еще раз пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok